Токсинов очень много, а механизма три. Первый механизм – это заблокировать активный центр фермента. Фермент – белок. В белке существует место, куда должен встать либо витамин, либо металл, микроэлемент, для того, чтобы фермент работал. Это и есть активный центр. К сожалению, многие токсические продукты, и синтетические, и несинтетические, встраиваются именно в этот центр. В результате белок ферментный есть, а работы этого белка ферментного нет. И это отражается на очень многих функциях организма, потому что всё то, что в нём происходит, это фактически функции ферментов. Если они заблокированы, то никакого результата от них нет. Второй очень важный момент – это повреждение клеточных мембран. Клеточные мембраны – это очень тонкие структуры, это мозг клетки. Ядро не является интеллектуальной частью клетки. Ядро в клетке – это орган размножения. А вот мембрана – это интеллектуальная часть, это как бы мозг. Так вот, если мембрана повреждена, повреждена токсином, то ни о какой интеллектуальной деятельности речи не идёт. Соответственно, мембрана, которая должна в обе стороны пропускать питательные вещества, пропускать токсические вещества наружу продукта жизнедеятельности, нарушает свою работу. Таким образом, блокируется функция не только отдельных клеток, но и целых тканей и органов. И, наконец, третье – это окислительный стресс. Это повреждение структуры клеток с помощью свободных радикалов. Свободные радикалы, к сожалению, вырабатываются в избыточном количестве под действием токсинов. То есть многие токсины запускают активно этот процесс. И если не хватает антиоксидантов, то, к сожалению, результат будет очень негативный.